Свалка психопатов продана и официально закрыта. С этого дня все изменится. Халява закончилась. И во всем этом прикрываю вас я. Реально, школьники поднялись, понимаешь? Подожди, а то видос психов должен начинаться. А, понимаешь? Да. На, держи. О, спасибо. Внимай, ребят. Так, ну что? У меня не было два дня. Что случилось? За два дня мы пересели, значит, жопой в кубик и в двухсотку. Случайно получилось, мы продали все, что у нас было. И теперь у нас психопаты, давайте так, перезагрузка. Теперь это не два, ну, это как бы школьники, но уже не те два школьника. Это не те два школьника на Subaru, а это не те два школьника на гелике и двухсотке. Смотрится классно? Неплохо. Поехали, пилить новую серию. Правда, еще не понял, почему мы будем снимать, но что-то будем, главное, что тачка есть. Вы вообще расскажите свои впечатления и ощущения от этого всего. Русс, еще ничего не понял, он купил машину 10 минут назад. Два минута назад, два метра проехал, три метра. Это мечта детства. Слезы уже были. Слезы, да. Да, у нас слезы пошли. Вот, смотри, сука. И сейчас, кстати, мы поедем ко мне в кладовку. Я Русу пообещал, что отдам ему колеса на двухсотку. Мне просто они не нужны. Вот. Ну и дальше пацаны вам расскажут вообще, как, каково школьникам ездить на суперкрутых бандитских тачках. Это просто жизнь после. Это жизнь после, что мы будем делать дальше, смотрите, в этой серии. Пока что едем в кладовку к Жене. Это after. Отрабатывать. Чувствую, день сегодня будет просто прекрасный. Понимаешь, болтать. Просто садитесь, делайте каменные лица и погнали. Чувствую, не за провод. Ну, значит, я буду на Росу вас загружать. Только за ручку. Только за ручку. Спасибо, Иван Борисович. Поехали. А теперь я вас посажу. Рус, я тебя посадил. Зачем ты меня присажаешь? Иван Борисович, ну как же, ребят, пожалуйста. Присаживайтесь. Просто, чтобы не поцарабал крузов. Вы что, дебилы? Вы не понимаете, что это загнутый круг? Эту цепочку. Раз ты меня посадил, я не могу тебя не посадить. Итак, смотрим 10 часов челлендж, как психи сажают друг друга в машины. Матерь, остановитесь! Так, ну все, мы прибыли ко мне в кладовку. Вот такая кладовка. Много всякого добра. Да, колеса вот там. Челлендж. Тут, кстати, еще одна твоя машина в этой кладовке есть. Какая? Борда от крузака точно такая же. Жопа полностью такая же. Вот бампер. Короче, если что, не дай бог, конечно, да. Но я сейчас знаю, что здесь есть. Это же так интересно, анпакинг Жекиной кладовки. А, вот. Да, это вот мои расширения на Жигу. Это один комплект я себе оставил. Больше вообще в природе не существует. Это, короче, когда-нибудь я с них сдую вот так вот пыль. Куплю себе Жигу. Поставлю расширение и уеду в закат. Пока она не подавляет. Реально пол крузака здесь можно собрать. Ты можешь ездить уверенно, максимально. Это реально половина моего крузака. Если что-то сломается, езжай не на разборку ко мне. Жень, я вот что думаю. Надо двигаться дальше. Давай сейчас все нахер продадим. Я думаю, тысяч за пять. Меня часто спрашивают, как можно жить без предпринимательства. И я отвечаю в их гнусные ничтожные лица. Никак. Что вы продадите? Там все эти запчасти. Зачем? Нужно избавляться от старого. На самом деле это не очень все дорого стоит. Жень, сколько бампер новый оригинальный стоит? 13 тысяч. Оригинальный. Да, причем в цвет. Нет, ну просто на разборке. Типа ты в цвет ставишь. И все, я так делал. Вот так. Русик Дубровский. Ну, кстати, знаешь, если бы на них ездить, лучше трапы не прекратить, даже никто не спалит. Такой же крузак. Так нельзя вообще ни в коем случае этого делать. Это не надо себе так делать. Вообще забудь. Оля, Сушка, а что, реально 2 тысячи фары стоят? Да. А на гелик? А на гелик 35 за штуку у тебя. Твою мать! Ну это стоит все конь. На гелик все стоит конь. Короче, вот эти все колеса. И вот эти вот колеса. Просто у меня уже 20 или 21 киев стоят. Я уже не буду стоковой ставить. Продавать я тоже это не буду. Лучше тебе отдам. Ну реально. Спасибо. Только тебе не влезет все. Да сейчас там можно передние колеса. И мы вдруг на черном квадрате. А. Сейчас все. О, бля. Нифера себе. Я тебе говорил. И Настя тебе говорил, что это не так просто открывать заднюю дверь. А Женя такой. Поэтому Настя тебе его продала. Потому что она не могла открывать заднюю дверь. Да? И подожди, это что конкретно? Это уже готовы ли это? Что это именно вот это? Ну да. Ну ты по вот этим вот матрицам уже можешь брать ABS пластик и штамповать наши вот эти расширения, которые мы делали. Это матрицы. Как бы изначально на компьютере делаются. Потом вытачиваются на ЧПУ станке. Потом по ним формуются расширения для Жиги. Ну то есть прям это боди кит на Жигу. Да, и теперь у меня в колдовке все лежит. Вот. Может быть кто-то хочет их типа купить там недорого. 700 тысяч, ребята. Я убил на это миллион. Это пиздец. Но. Ну типа тысяч за сто. Я хотел короче хотя бы 200, ладно. 100 тысяч. А там если что. Ваня напишите. Это вы меня так проверяете, что я учусь продавать дешево, да? Короче, сколько не жалко пацана. Инвестируйте в свой бизнес. Сотки это очень дешево. Ну то есть это прям, говорю, это прям просто, чтобы они с ними лежали. Может быть их сразу вы заберете? А, вам не влезет. Вам уже некуда. Вам не влезет. У нас уже все, полный бак. Не, было время, когда Гриша все эти расширения охерел, как его сделал. Он привез на G-тихе. Все вот это вот. Ну он конечно сидел вот так вот, размазанный немножечко там. Но это был тетрис реально. Я вообще был в шоке. Маленький человек может много. Все владельцы геликов сейчас просто прочувствуют эту боль. А, вы слышали? Замок ударил кудов. Потому что петли провисали. Ты закрыл? Да, да, да. Все, давай выезжай. Первый день владения Геленпагеном. Ваши эмоции. Офигенно. А почему мы приехали в сервис? У нас срамные внедорожники, поэтому чтобы не было проблем, нужно посмотреть, что у нас по вин номера вообще. Что с ними? Потому что, как вы знаете, если проблема с вином, все. То есть сначала купил, а потом смотришь, наверное. Ну может вин номер сгнить. Рус! Я, знаешь, до конца еще не осознаю то, что это моя машина. И, знаешь, не хочется вообще вылезать из машины. Поэтому мы приехали в сервис. Поэтому мы приехали в сервис, потому что мы брали тачку слепую. А даже когда я за нее отдал денег, я ее даже не запускал. Не надо, не надо. Не трогай камеру только. Это ваша? Какая? Гелик-лагер. Да. А вы какая организация? Я начальник архангера. Вы что, тут клип снимаете? Ну да. Да убери ты камеру, я тебе сказал. А мне нельзя убирать камеру, поэтому. Знаете? Пацаны, вот эта территория чужая. Мы здесь старше заедем. А, чтобы она там не стала. Гелик пиздец. Гелик лучше, да? Престижный гелик. Ты еще не научился садиться в него. Слушай, а и... Музыка не моя. Накидка-бомба. Это не моя. Гелик или крузак? Велик. Гелик? Велик. Агистанские корни, да, брат? Не, ну, гелик, конечно. Конечно, братан. Просто залететь туда, ну, залететь. Это мой кенд. Паша сказал, что все хорошо для своего возраста и пробега. Но в одном месте есть такой начинающийся очаг неприятной коррозии. Надо бы его обработать. А ты про какое место говоришь? Какое место? Вот, вон, смотри. Видишь, что прям этот сдаётся? Рама. Да, рама. Ну, не жёстко, но неприятно. С этим можно ездить, но, как бы, если есть возможность, почему бы не обработать? Тем более, сейчас пока вся вещь теплее. У меня есть возможность помочь себе. Не то, что у меня там у гелика проблемы есть. Просто, ну, просто у меня в машине оказалось случайно средство. Пойдём, да. Только Рус не говори, что я взял нам. Нам. Удалите ржавчины. Пусть думают, что это ему. У меня гелик, гелик не гниёт. Пойдём. Слушай, Нарус, чисто вот случайно в кармане завалялось. Не знаю, откуда вот. Наверное, понадобится. Удалите ржавчины КППС. Да, да, сделано крымским производственным предприятием созвездия, поэтому называется КППС. Решите все твои проблемы с крузаком. Пасту удобно обрабатывать места сложной геометрией, которые трудно очистить механически. При глубокой коррозии для ускорения процесса поверхность лучше сначала подготовить. Зачищать чёткой, ну, или, например, шкуркой. С помощью пасты можно удалить не только лёгкие наряды ржавчины, но и толстые, свои сплошные окалины, а также продукты коррозии из язвенных очагов. Низкий расход пасты от 400 грамм до 1 килограмма на метр квадратный. Так, нанёс? Да, Вань, что дальше делать? Смотри, ждёшь полчаса, появится защитная плёнка. Значит, в целом вся эта история позволяет тебе притормозить процесс окисления. В принципе, всё, как в крузак будет жить. Да ты немного нанёс, нанёс? Не, я вот много нанёс, лично останется их. Салфетка или тряпка можешь легко там, ну, счистить и всё. И потом протереть и всё, и потом покрасить, да. Потом покрасить и всё, да. Самое важное, это температура, чтобы была не ниже 15 градусов, потому что при температуре ниже, она очень начинает долго работать, а ниже плюс 5 вообще паста не работает. Вы можете наносить её на вертикали поверхности, она не течёт, не капает. Вот это большой реально плюс. Очень важная тема, следить за своей машиной, в частности за рамой. Почему? Потому что номер рамы где? На раме. Номер рамы на раме. На раме. И если он сгнёт, вы просто не поставите свою машину на учёт. Поэтому вовремя смотрите, поднимайте, замазывайте, заделывайте. И, ну, и живите долго, счастливы со своей машиной. Ссылку на пасту оставлю в описании, переходите, пользуйтесь. В этом видео я объясню вам, как крузак теряется на фоне гелика. Всё просто. Ну, я... Это хорошая машина, я согласен. Но на фоне гелика крузак теряется, это однозначно. Скажи, что у тебя есть с тачки и чего нет у Русса? Давай. Это факты? Вот. 5,5 АМГ компрессор В8. И сразу бросается в глаза, нет второго амортизатора. Это у всех так. Это для... У всех так. А давай проверим миф. Смотри внимательно на капот. Ты видишь, он гнётся? Это нормально? Ещё раз, ещё раз сделай. Он реально ходит, да? Вот это история? Да. Это у всех так. Так закрывай его, блядь, отсюда. Дизельный турбированный двигатель В8. Который никуда не едет, да? Который 10,5 едет. Для массы нормально. А тест крышки? Тест крышки. Значит, закрываем с этой стороны. Ой, не гнётся. Ну-ка, ещё раз. У меня пластик какой-то. Закрываем с центра. Ой, не гнётся. Закрываем. Уголочка. Не гнётся? Да божественная Тойота. Тойота! Как у меня пластик, у тебя железо. Как у меня? Конечно, конечно. Как? Конечно, железо не будет гнуться. Сейчас физику не учил. Давайте перейдём к тормозам. Скажи, пожалуйста, Руслан. Можно на теме тормозов я пойду чай попью? Ну, ты всё понял, да? Мы поняли. Мы поняли. Я пойду чай попить, ладно? Хорошо, мне принеси. Постоянно перегреваются. Постоянно требуют переборки. И плохо тормозят. А почему у Руса тачка чистая, а у тебя грязная? Потому что Рус помыл ей 5 минут назад, а я, ну, ехал. У тебя все деньги на бензин ушли? Жрёт он, да. Вот жрёт он где-то 30, наверное. У тебя? Да, наверное. Как определить, какого он года? Слушай, если нормально сделанный чаяк не шарит, хрен ты определишь. Вот все думают, что этот гельтваген свежий. Он седьмого года, модельный год восьмого. Пара круглая под свежий гелик уже, но бампер всё-таки от старого. Сколько сделать из него свежий гелик? Сколько стоит? Да. 250 тысяч рублей. 250? Да. Это получается крылья, расширение, всё-всё-всё, всё-всё, брат, 250 тысяч. А у тебя что менялось? Ну, шильдики некоторые там местами поменяли. В принципе, колёса это, братан, не китай, оригинал, конечно же. Всё, видуха есть, посмотри. Получается, просто вставил раз, два, три, всё. Тачка готова. Ну и можно поворотники присрать. Слушай, он решает вопросы на крузаке, а ты решаешь вопросы на гелике? Братан, на гелике у меня уже всё решено. За меня люди на крузаке уже всё решают, братан, в данный момент. У меня вопрос, иди сюда. Сука, я их увидел. Ваше объяснение. Это то, что делает эту машину свежей. То есть этого монитора здесь не должно быть, правильно? Да как и должно, должно это заводской монитор, братан. В общем, знаешь, зачем владельцы Гелендвагена на самом деле тонируют его? Знаешь зачем? Внешне они делают его подсвежей. Тонировка нужна для того, чтобы не запалить, что у человека в салоне. Потому что по салону сразу понятно, какой это год. А нет ли поворотника в крыле? Потому что если есть поворотник в крыле, значит это старая машина. И знаешь, что делают владельцы таких тачек старых с поворотником? Убирают поворотник? Да, убирают, шпатлют, красит. Всё, поворотника нет. Гениально. Вот это вот зачем? Это то ли фара, то ли что? Заглушка. Да. А знаешь, что там должно быть? Да. Что? Туманка. Мне там нужен был дестороник, потому что сейчас греть. У меня же банк стоит не от твоей машины, а от другой. От новой уже. Что нужно поменять, чтобы сделать крузак 2008 года в 2020? В общем, надо поменять капот, фары, решётка, бампер, крылья. Желательность векова. Бампер. Фары. Крышку багажника. Вот это тоже крышка. Короче, поменять надо дофига. Не понял. И сколько это встанет? Это встанет примерно, ну давай возьмём 1400. Машины 2008-2009 года не было ни флешек, ни аукса. Есть блютуз, но ты только можешь разговаривать. И всё. Поэтому я перешёл на диск и, собственно, я вкунулся в 2000. Ну, собственно говоря, всё понятно. Всё понятно. Давай. Смотри, зато у него оставшиеся деньги есть. Это на заправку. Я ещё при папках остался. Это на заправку. Ты посмотри, как пацан стоит. Почти на всех геликах не работает люк. То есть он работает, потом ломается, его в итоге отключают. Ну, наверное, у 80% люки, его нахуй не нужен, он у многих начнёт течь. Всей России хочу показать, пожалуйста. Вот так. Я не знаю. Вот так делать не нужно. Просто вот ты вышел. Ты вышел из машины. Ноги ни в коем случае на порог КМГ не ставить. Вот вы вышли. Даже желательно, что вот вы прям сразу вот так оп. Ну, вот выбранули, азгелика получается. Развернулись. Иди сюда. Это очень важно. Не сюда, не сюда. Видите, ещё вот так вот. За ручкой. Вот, ручка есть. Не нужно трогать, не нужно пачкать, царапать. Вот, вот, всё. Вот, спокойненько. Оп. Так, дотянул так. Мне осталось там сантиметров 10. Нас. Там впечатал, видел. Аккуратненько, на порожек встал. Шагнул, как по ступенькам. Аккуратненько дверь вот так прикрыл. И пошёл. Не надо никаких вот так вот. Не надо никаких вот так вот за ручечку делать. Просто вот. Опа. И никаких хлопков, шлипов, как будто в соседнем мох поликоне взорвалась бомба. Горячие девочки Урала. Правду говорят, что если человек маленький, а машина большая, это свидетельствует о том, что пипирка данного человека не очень большая. Или всё это миф? Это всё миф. То есть вы не заменяете свою пипирку большой машиной. Вылет вот так. Так. Ну, в принципе. Братан, иди сюда. Миф развеян. Что происходит после стана гелика? Происходит после стана гелика. На гелике у всех геликов значит такая дикая вибрация. А что... Вот просто. Вот из-за чего? Ребят, вопрос. Я не понял, почему после стана гелика вибрация есть? Как убрать её? Да никак. Почему? Ну, где-то выработка есть на раздатке. Там ещё что-то. Надо в любом случае будет. Нихуя-то с этим не сделают. На крузаке я могу ехать по трассе и 100. И 120. И 140. И 150. И меня не будет вот такой... Вот, дрожит. Не-не-не, это нереально. Это крузак или гелик? Надо гелик по-любому. Конечно! Давай обняв, брат. Олег Олегович, скажи мне, пожалуйста, какая машина лучше? Гелендваген или же крузак 200? Я скажу гелик. Гелик АМГ. Или гелик АМГ? Гелик АМГ, это... Пусть на заправку едет сразу, если там стоит. Пока вы будете вот так пулить. А мы тогда поедем дальше по трассе, но будем не тормозить. По-лучшему. 100% будет по прямой ель. Вся дискуссия в том, что один король дорог, другой король трассы. Это та невкусная жвачка, которую ты мне дал. Король трассы... Смотри, просто на гелике ворует. Это моя жвачка. Это моя... Она жвачка. Это моя жвачка. Да, да. Чайм-ка. Да у меня там он... Стоит, я у них хотела. У тебя гелик АМГ. Это жвачка. Это моя... Тенционера на крузаке. Да? Все, пусть она там живет. Пил гелик и деду бабок на жвачку. Короче. Ладно, потом съем. Он даже не хотел ее есть, понимаешь. Что в кадре не жевать. Да нет, ты просто, короче, уже на стереотипах хочешь отжать все. Он жвачку тебе отжал. Я не согласен с этим стереотипом, потому что, ну, типа, это где-то осталось в 90-х. Но по сей день гелик уважает, гелик боятся. То есть вы везде будете выезжать, типа. Никто не будет вам сигналить, бибигать. Ну, типа, не надо этим пользоваться, но это просто, я говорю, что это факт. И вы залезете в любую щелку. Вот так, гелик, он прям его... Ну, то есть ты сидишь вот так, ты все видишь, ты залезешь куда угодно. Да под тебе и без гелика ты залезешь в любую щелку. Там вообще у тебя от тачки никак не меняется. Да, давай, по факту, по сути. Что значит щелей? Что значит щелей? Тут, в принципе, то же самое. Вот это? И вот это? То же самое. Как то же самое это может быть? Посмотри. Вот это вот. И вот это? То же самое. Да и вообще что ли? Ты паркуешь на два места, брат. На полтора. Два места ты занимаешь. У тебя масло как проверяется? Как? Масло? Как? По-простому щуп достал, проверил. А мне, чтобы проверять масло, не нужно выходить к общейзмашину. Чего у тебя там масло? Посмотри. А оно сейчас заведено было сейчас. Я с утра проверял нормально. Ну ладно. Пойдем ко мне. Вот так вот зажигание включаете. Я просто не помню, как точно это делается. Типа сейчас может потуплю. Я просто запутался, братан. Снимай, все, проверяется. Мне кажется, что там написано, что тебе не хватает полтора литра до максимума. Это получается, что масла есть, просто не хватает полтора литра. А я не думаю, что сожрал у меня его за неделю, когда мне заливали масло, его перелили и слили случайно полтора литра в минус. Наверное, так было. Поэтому надо заказать масло сейчас за одну резину, потому что у меня тачка налить. Я на летней резине ее купил. Так, сейчас. Ну, пока можешь перемотать. Ну, так сделай. Как в фильмах я видел, пока я найду все. Нашел масло, звоним в автомагазин, узнать по маслу и по резине. Вообще в наличии есть или нет. Ну, сколько ждать? Скину, уже 10 кутков. Номер не отвечает. Написал им так же в WhatsApp, они не отвечают, я не знаю. Вот реально компания, не буду называть, просрала своих клиентов. А потом бизнесмены говорят, что кризис, продаж нету, все плохо. Вот потому что так работаете, ребята. Человек на телеке сказал. Как ты думаешь, я заработал? Я отвечал на звонки вовремя. Парни, это не кризис, это вы теряете своего клиента. Есть отличное решение, чтобы фиксировать или ввести нового клиента, обратившегося через звонок, соцсеть, мессенджер, что угодно. Называется AmoCRM. AmoCRM – самая оптимизированная CRM для работы со всеми мессенджерами в мире. Система имеет ряд преимуществ и удобных функций, что позволяет не забывать о клиенте и заботиться о нем, независимо от уровня менеджера. Кстати, AmoCRM постоянно улучшает свою систему, у 10 декабря у них прошел большой релиз. Теперь даже с помощью AmoCRM можно смотреть, какие действия клиент совершает на сайте. Автоматически генерировать документы и следить за важными для бизнеса цифрами с ваших Apple Watch. И выводить статистику на Smart TV. Регистрируйте тестовый аккаунт на сайте AmoCRM по ссылке в описании. Переходите, внедряйте AmoCRM в ваш бизнес уже сегодня. Знаешь, есть в играх, короче, ты покупаешь тачку, да? Ну, есть, не будем говорить, какие игры. И, не знаю, я всегда так делал, я проверял, как сигналит машина. Ну, типа, знаешь, что тебе сигнал? Давайте опустим этот пункт. Пацаны, давайте опустим этот пункт, понимаешь? Ну-ка, как сигналит гелик? Пацаны, подвиньтесь, пожалуйста, я проеду. Это машина извиняется. Это машина извиняется, смотри. Это такой безобидный пункт. Что делаешь, не видишь на Гелендрагоне 5,5? Я хана, жду, братан. Помнишь эти моменты? А, не закрою дверь. Нужно хлопать. Так, сейчас, не сильно там. Не надо ничего, брат, да ничего не делают, да? Это Мерседес горит, все. Он сейчас погаснет. А вот это что? Ничего. Да, все, не сетю мое вырежу. Ого. Заботится о тебе. Все, сейчас загруз... Запуск, что? Да ничего, братан. Это андроида? Да это не мое, это подкинули. Вот, музыку ставишь. Это тоже не мое, братан. Но, Руслан, зачем фляшку дал свое? Что с посадкой у тебя? Нормально все. Почему ты перпендикулярно земле? Ну, вот, смотри. Так вот. Подбер открыто. Трава бокс еще были. Что ты ржешь, сука? Я заметил, ты на всех машинах ускоряешься, вот так отлетаешь типа назад. Это фоу. Да, он едет хорошо. Товарищ, мы еще как бы разогнали. Пропустил, на твою проблему не сможет быть. О, мы сейчас перевернемся. А, не, не перевернулись. Заваляйся в поворот. Минус у этой машины, безусловно, есть. Вот, если взять такую бензиновую, она, в принципе, беспроблемная и ездит постоянно хорошо. А вот с дизелем дофига много разных приколюков есть. Потому что есть турбина, это все-таки дизель, наше топливо, которое оставляет желать лучшего. А это у тебя дизель. Это дизель. Я просто... Ну, дизель это моя любимая слабость. Это потому что она похожа на фуру? Да. Мини-фура. Машина с люком. Здесь надо обязательно чистить стойки. Ой, водостоки. И где-то вот там вот, на как пассажиры, есть проводка, которая гниет. И зачем? То, что здесь есть люк. Потому что все заходят, ноги не встряхивают, промокает коврик и намокает там где-то проводка. Здесь есть фильтрующий элемент, который стоит недорого. Его можно менять каждый замен, и все будет хорошо. Если вы этого не будете делать, то вы поводите на весь фильтр в сборе, а это уже другие деньги. И плюс... Это фильтр какой? Маслый? Топливный. А, топливный. Топливный фильтр. И плюс еще тут две турбины. Одна турбина у них хорошо себя чувствует всегда. А вторая, по-моему, это правая турбина. Она постоянно... Ну, не постоянно, она очень часто... Ну, не то чтобы часто, она, короче, выходит из строя. Достаточно частая проблема. Просаживается на одну сторону, это из-за того, что гидростабилизатор выходит из строя, и решается еще с установкой усиленных пружин. Это все, что пока я о машине узнал. То, что будет дальше, я вам расскажу. Но пока о машинах... Просто небо и земля. Это, как я говорил, это мечта от детства между всеми машинами, которые у нас были. Мне нравится в нем абсолютно все. Это вот дорожный просвет. Вообще, если что-то в кардане случилось, то залез... Залез и починил сам, в принципе. Но этого не происходит, потому что это Тойота. Давай руку. Тойота. Так. Вот, что еще? Если вы играете с детьми в прятки... Можно прятаться? Да, может. Я так делал, у дяди когда был крузак. Я так реально спрятался, меня долго искали. Если у тебя есть детки, и ты покупаешь гелик, что ты будешь делать? Будут о вас с детьми? Вот, а он будет прятаться под крузак. Русик. Остаться с мной. Катят, катят черные баржи. Катят, катят черные баржи. Катят красиво и так вальяжно. Факт в том, что мы купили себе эти тачки. И мы счастливы. Да, каждый от них реально получается... Почти, братан, каждый. Но есть у нас один кентафурик, братан. Пойдем. Ну, как бы, блин, ну... Тачка прикольная. Ну, типа, ну, раз-два. Ну, иди к своей покажи. Ну, мы как бы втроем, по факту. У нас вот так вот. У тебя вот так. У меня выворот, посмотри какой. Понимаешь, ну, это же детский сад. У меня выворот, у меня там посадка, у меня зерковат. Что скажешь? Что скажешь? Мне кажется, надо нашему диматику сделать рестайлинг. Короче, я не знаю, как мы будем это делать. Будем решать вопрос твоей старой машины. Потому что нам с тобой... Что? По пути. Да. Продавать, как продавал сибор. Да. Почему? Это... Подожди, давай не будем говорить, что будет. Не факт. Тому, что он скажет, что у меня полтора миллиона в заначке. Или миллион. Ну, знаешь. Да. Мы сами не знаем, короче, Димас, что это будет. Но факт в том, что мы на хороших тачках. Мы поднялись, а ты все еще ездишь на старой машине. Она классная, но, братан. Но, но уже как бы, ну, не смотрится. Поэтому нужно что-то решать. Я пока не знаю. Нет идеи, как добыть тебе бабок. Но я думаю, что мы их добудем. И надо что-то пытаться. Об этом в следующих сериях. Все. Я сейчас насядешь на КамАЗ. Это записано же. Давай еще с без камер. Давай. Ну, она же прикольная. Мне нужно пережить с одной мыслью. Что я, в принципе, продаю альтезу. Это открывает тебе мир других машин. Мало-мало половин. И мир других машин. Мало-мало половин.